Последний один из серьезнейших этапов конкурса «Учитель года» – круглый стол образовательных политиков. Сейчас в коридорах достаточно тихо, потому что в эти минуты в зале за этой дверью преподаватели обсуждают актуальные проблемы региональной системы образования и находят им практическое решение. Искусство преподавания не стоит на месте. В сфере образования страны принимаются новые практики обучения, которые по-разному адаптируются в регионах. Каким должен быть ярославский специалист, чтобы соответствовать стандарту современного учителя? Естественно, он должен быть компетентным по всем тем направлениям, о которых он работает. И, в общем-то, об этом и говорит профессиональный стандарт педагога. То есть тут я ничего нового не скажу. Но, на мой взгляд, и по своему опыту жизни я поняла, что самое главное – быть гибким. То есть быть готовым ко всему, что происходит в системе образования и ко всему относиться с позитивом. Но кроме учителей, говорят участники, в успешном процессе образования должны быть заинтересованы и ученики, и их родители, и, внимание, журналисты. Пока, по мнению некоторых финалистов, люди СМИ слишком халатно относятся к этой проблеме. Они должны налаживать диалог между обществом с одной стороны и системой образования с другой стороны. Потому что очень часто, особенно когда я смотрю передачи, посвященные образованию, я с удивлением вижу, что очень часто на этих передачах нет никого, кто реально бы работал с детьми. Учителя на время стали региональными политиками. В финале конкурса не просто так. Это своего рода небольшой эксперимент, как минимум. Так можно найти скрытые проблемы и сразу же некоторые возможности их решения. Больше того, по ходу обсуждения мы сделали для себя целый ряд заметок для того, чтобы учесть их при формировании региональной политики в СМИ образовании. Часовое обсуждение проблем региональной системы образования сменилось самой торжественной частью конкурса – награждением участников и, конечно, победителя. Учителем года и вместе с тем обладателем приза общественного жюри стала Елизавета Емельянова, преподаватель физики из Переславля-Залесского. Отмечу, что молодой специалист работает преподавателем 6 лет. Юлия Михайлович, Вантун Комаров. День в событиях.